Маша, я купил новую канцелярию! Ластик, чего ты кричишь? Потому что скоро в школу. Давай делать обзор новой канцелярии. Хорошо. Показывай, что ты купил. Начнём, как всегда, с пенала. На этот раз я купил только один. Ого, всего лишь один? На тебя это не похоже. Да, один. Потому что после уборки в канцелярии у меня осталось... Кто помнит, сколько у меня осталось пеналов, ставьте лайк. Ты хоть сам помнишь? Нет, поэтому и спрашиваю. Давайте посмотрим, что за пенал купил Ластик в этот раз. Это самый крутой пенал. И что же в нём крутого? Обычный пенал, ещё и прозрачный. Не обычный, а космический. И к тому же светящийся. А это уже интересно. Давай посмотрим. Ого, он правда светится. У него ещё и разные режимы свечения. А здесь внутри жидкость с блёстками. Да, это ещё и пенал антистресс. Кому понравился такой пенал, ставьте лайк. А мы продолжаем. Посмотрим, что ещё купил Ластик. Это супер блокнот для розыгрышей. Посмотрим. Прикольный блокнотик. А что внутри? Ну что, классный блокнот. Ага. Что ты ещё купил? Ещё маркеры. А зачем тебе целых три набора? Чтобы ты делала мне побольше антистрессов. И это называется покупки для школы? Вот хитрый. Конечно. После школы ведь нужны антистрессы. Ну не знаю. Я думала, ты ждёшь сентябрь. Конечно жду. Ребята, кто тоже ждёт, ставьте лайк. Так, здесь у нас 36 цветов. Даже три из них флуоресцентных. Вот такие двусторонние маркеры. Рисуют они ярко. Думаю, всех проверять не будем. Почему не будем? Сам проверишь. Потом. И ещё два набора по шесть цветов. С розовыми оттенками и голубыми. Эти маркеры тоже двусторонние. Маша, а ты видела, какая крутая ручка у меня есть? Не видела, но сейчас посмотрю. И что же в ней необычного? Это ручка с невидимыми чернилами. Ну и зачем же такая ручка, если всё равно не прочитаешь то, что написал? Да нет, прочитать можно. Но только с помощью такой же ручки. Ну вот, ничего не видно. А теперь включи фонарик. Нету у меня фонарика. Как это нету? Просто нажми вот эту штучку на колпачке. Ну ладно. И правда видно, но очень плохо. А на камеру почти не видно. Ну что, крутая ручка? Ну почти. А следующая ещё круче. Это же обычная ручка с белыми чернилами. Не обычная, а очень нужная для антистрессов. Да-да, я помню. Которые нужны тебе для школы. Так, ещё какие-то ручки. Ух ты, Ластик даже обычную ручку купил. Не обычную, а с совушкой. А сова – это символ мудрости и знаний. Ну теперь ты должен одни десятки получать. Ещё вот такая ручка с зайцем. А внутри много-много мелких камешков. И это сокровище. Ещё Ластик купил простые карандаши. С ластиками. Правда, они ещё не заточены. А для того, чтобы ты их заточила, я купил новую точилку. Прикольная. И как ей пользоваться? Понятно. Затачиваешь карандаш. И выбрасываешь мусор. А с этой стороны четыре ластика. Их можно там закрыть, чтобы не потерять. Посмотрим, что ещё Ластик купил. Целый набор простых карандашей, которые не нужно точить. Вот такие карандаши с какими-то прикольными арбузиками. Арбузики только зелёные. Жёлтые – это дыни. Больше похоже на тыкву. А чтобы стирать карандаши, я купил Ластики и корректор. Вот, в виде овощей и фруктов. Посмотрим. Ластик с морковкой. Ластик авокадо. Это два ластика. Нет, один. Как это один? Вот так, один. Авокадо два, а ластик один. Это неправильно. Вот такой корректор баклажан. Точнее, корректор в баклажане. Маша, ты испортила мой баклажан. А это что? Это ластик. Какой же это ластик? Клубничный. Ластик – это совсем не ластик. А что же это, по-твоему? Это ситечка для заваривания чая. Вот, смотри. И что, туда нужно запихивать чайный пакетик? Нет, конечно. Сюда нужно насыпать заварку. Потом закрываешь и опускаешь его в кружку. Вот и хорошо. Я как раз купил трубочку для напитков. А вот. Ого, что-то она великовата для трубочки. Нормально. Посмотри сама. Ой, как-то неудобно. Вот так, получше. Может и получше, но это совсем не трубочка для напитков. А что же я, по-твоему, купил? Ластик, ты купил обычный антистресс. Ого, и совсем необычный. А очень даже классный антистресс. Ну да, прикольный. Сделай чуть пошире. Ладно. Вот, теперь я с ним купаться пойду. Ага, только далеко не заплывай. Почему? Мы еще не закончили обзор твоих покупок. Ой, я и забыл. Так, а это у тебя что? Опять какие-то поп-иты. А они-то тебе в школе зачем? Я думаю, все придут с поп-итами. А это что? Это поп-ит. Я вижу, а почему он такой маленький? Это мини-поп-ит. Какой-то он не очень удобный. Зато его можно положить в финал. Вот хитрая панда. Ну что, это все покупки? Нет, осталось самое главное. Вот. Светодиодный фонарь-ночник. Ластик, ты что, в школу ночью собрался ходить? Нет, он мне нужен дома. Зачем? Маша, на нём же написано. Ночью не страшно. Понятно, ты просто боишься темноты. Я не люблю, когда очень темно. Так, их четыре разных вида. Интересно, кто попадется Ластику? Думаю, догадаться нетрудно. Шнурок для зарядки. И сама панда. Ой, какой милый. Нажимаем кнопочку. А давай посмотрим в темноте. Давай. Ух ты, он меня читает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!